Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2009 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 195 тысяч километров. Заменю на нем сайлентблоки подрамника задние. Стучат именно они, оборвались. Поставлю по два штуки. Сейчас поднимаю автомобиль, снимаю передние колеса. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот видно оборванный сайлентблок заднего подрамника. Вот если здесь монтажкой взять, вот так вот гуляет подрамник. Сверху он оборвался и опустился, потому что сайлентблок находится сверху, а снизу нет. И вот стучит он, когда на кочке заезжаем, он снизу об эту накладку стучит. И со второй стороны точно такая же картина. Вот она, оборванная часть сайлентблока. И точно так же он гуляет и стучит. Сейчас беру, откручиваю и снимаю подрамник. Передние сайлентблоки быстрее всего живые, менять их не будем. А вот задние сайлентблоки заменим. Место двух поставим, четыре. Здесь вот эта часть, она не касается, но она слегка подогнута. Я ее сразу же разогну, чтобы она не затеевала. Вот, хорошо видно, какой зазор сейчас. Если монтажку взять, она сюда не залазит, ни с этой, ни с этой стороны нормально не залазит. А потом померяем зазор, когда уже соберем. Откусываю хомут, отсоединяю проводку от подрамника. Это останется здесь. Потом ее денем. Также откручиваю сразу подушку, нижнюю головкой на 18. Саму подушку я оставлю на подрамнике, а кронштейн сниму. Один и второй. Откручиваю рулевую рейку. Два болта, головка на 21. Рулевая рейка останется на месте. Я ее снимать не буду. Так, один болт. И с этой стороны второй болт. Спереди снимаю вот этот кронштейн-патрубка. Здесь его уже фиксатор обломили. Вот, я его снял в сторону, отвел. Далее, с обоих сторон, я откручиваю стойки стабилизатора и шаровые опоры. Здесь получается головка на 18, но надо удлиненную. Болт уже не родной, длинный стоит. Болт тоже сразу вытаскиваю. Разожму приспособой. Так как мне с двух сторон надо, по-хорошему, наверное, я себе еще одну такую приспособу закажу. Беру шестигранник здесь. Шестерочка. Стойки стабилизатора, видать, не так давно менялись. Перед продажей. Держу. И откручиваю гайку стабилизатора. Все. Со второй стороны тоже стабилизатор откручиваю. И снимаю его. Сам стабилизатор сниму вместе с подрамником. А втулки до стабилизатора тоже не держат. А он сказал, не надо. Ну ладно, сейчас найдем. Так, вставлю сюда разжимку. Такая приспособа разжимать. Я почему говорю, вторую такую же взять, чтобы с двух сторон сразу раз разжать, не переставлять, ничего. Она вставляется. Вот эти места болтов фиксируются. И крутим, разжимаем. И потом синяя к водой. Машу. Иym Shh. Смотрите продолжение в следующей серии. Шаровые опоры отходят спокойно. Дальше, дальше, дальше. Беру, откручиваю с обоих сторон. Здесь ставлю гидростойку. Откручиваю три болта. С одной и со второй стороны. Снимаю эту планку. Все, здесь я открутил соленблоки. Он там сверху направляющий, а он болтается. Этот еще не болтается, но тем не менее от урон. Капроновым хомутом подвязал рулевую рейку. Здесь, здесь она на валу сидит. Стабилизатор. Вот так вот выкручивать буду. И через рейку его протащу. Но втулки не держат, поэтому втулки однозначно менять. Сейчас перехватываю гидростойку. Гидростойку здесь я приопускаю. Ставлю вилку. На вилке я ее держу. И откручиваю передние два болта. Один здесь болт, один здесь болт. Тоже головка на 18. Ну а здесь уже я ничего не ставлю. Я просто руками придерживаю и приопускаю. Вот так отходит подрамник. Передние сайлендблоки не оторваны. Хотя вот этот. Вот этот оторванный. Еще и сайлендблоки передние. Да. Хорошо, что они есть. Хорошо, что они есть. Если посмотреть... Вот, я снизу давлю. Передний сайлендблок. Откручиваю. То есть откручиваю. Беру, опускаю и снимаю. Программник. Шаровые сняты. Стабилизатор практически вывел. Отпускаем дальше. Вот он подрамник. Солнце отсечивает. Сейчас снимаю его и выбиваю втулки сайлендблоков. Левая сторона полностью оторвана. И перед, и зад. А правая сторона надорвана. Грохот стоял. Знатный. Сейчас беру, сминаю втулки. Перед этим откручиваю стабилизатор. Головка на 13. Ну, вот. Вот. Чтобы специализировать. Зак zincор. Ах! Ах! Да! Ах! 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 А! Ах! 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 Обычным газовым ключом втулки, шляпки ее загибаю с одной стороны и со второй. Продолжение следует... Ну и теперь можно также эти снять. Размер подвиняем. На одной покажу, а остальные уже так сделаем. Хорошо видно, сюда теперь можно забить керно. Можно керно забить, можно заточенный старый ключ. У меня вот такой вот лопаткой сделан. Да. Да. Ну и вот таким образом сейчас сминаю с обоих сторон. И выбиваю. Поехали. Так, не знаю, достанет, не достанет жало пневмопистолета. Ой, пневмопистолета. Сейчас попробую. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно, коррозии много DimaTorzok